Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! На телеканале «Союз Церковный Календарь» Сегодня день воскресный, неделя пятая Великого Поста, посвященная преподобной Марии Египетской. 2 апреля по новому стилю или 20 марта по старому. Совершается литургия святителя Василия Великого. И сегодня в первую очередь мы творим память преподобной Марии Египетской, подвижницы V-VI веков, житие которой читалось в среду вечером, тогда же, когда читался великий покаянный канон святителя Андрея Критского. А также память святых I века мученицы Фатины или Светланы Самаряныни, её сыновей, мучеников Виктора, наречённого Фатином, и Иосии, мучениц Анатолии, Фото, Фатиды, Пороскевы, Кириакии, Дамнины и мученика Севастьяна, пострадавших в начале IV века мучениц Александры, Клавдии, Ефросии, Матроны, Иулиании, Ефимии и Феодосии, преподобных Иоанна, Сергия, Патрики и прочих во обители святого Савы, убиенных в конце VIII века, святителя Никиты Исповедника, архиепископа Аполлониадского I половины IX века, преподобного Ефросина Синьезерского Новгородского святого XVI начала XVII столетия, священномучеников Владимира Пиксанова Пресвитера и Василия Соколова Дьякона, убиенных в I половине XX века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова говорим об угоднике Божием, прославленном менее года назад, 15 июля 2016 года. Новомученик Ирей Владимир происходил из рода Пиксановых, несколько поколений которого посвятили свою жизнь служению Богу. Родился он 10 июля 1872 года в селе Спасское Вольского уезда Саратовской губернии в семье священника Тимофея Пиксанова. В 1892 году Владимир окончил курс Саратовской духовной семинарии и 16 июля того же года получил назначение на псаломщическую вакансию в село Алексеевку Хвалынского уезда Саратовской губернии с обязательством помогать приходскому священнику в собеседованиях с раскольниками. Одновременно он учительствовал в местной школе грамоты. В 1893 году Владимир женился на девушке Анне. Через шесть лет у них родилась дочь Зинаида. А 17 октября 1893 года состоялось рукоположение в сан священника, и отец Владимир был назначен на вакантное священническое место в село Новоспасское Хвалынского уезда Саратовской губернии. 28 ноября 1899 года отец Владимир был переведен на служение в Воскресенский храм Волосного села Павловка Хвалынского уезда Саратовской губернии по прошению в связи с желанием заниматься народным просвещением и чтобы ухаживать за престарелыми родителями, которые жили неподалеку. 8 января 1900 года отец Владимир был назначен законоучителем Павловского двухклассного училища Министерства народного просвещения. С открытием в Павловской двухклассной церковной школе он преподавал закон Божий и в ней. 30 мая того же года он был избран помощником благочинного на благочинническом съезде третьего округа Хвалынского уезда. В клировой ведомости есть запись о том, что отец Владимир недвижимого имущества не имеет. К апрелю 1913 года батюшка состоял также в должности председателя Хвалынского уездного отделения Саратовского епархиального училищного совета. Отец Владимир неустанно проповедовал. За один только 1907 год он произнес 119 поучений. Пользовался он высоким авторитетом и среди сельчан. К нему обращались как к человеку образованному и рассудительному. Весной 1918 года в Павловку прибыли несколько красногвардейцев, которые были обезоружены местными жителями. Спустя несколько дней в Павловку был послан карательный отряд красногвардейцев, численностью около 650 человек, а затем увеличенный подкреплением до 800 человек. И начались репрессии. Вечером 2 апреля в дом отца Владимира явилось несколько красногвардейцев, которых отец Владимир напоил и накормил. Поужинав, они объявили священнику, что арестовывают его, и отправили в сопровождении вооруженных людей в 10 часов вечера в здание волосного правления. Отец Владимир, часа в три ночи, был приведен домой страшно избитым. Дома он пробыл до утра. Утром 3 апреля к нему вновь явились красногвардейцы и повели в волосное правление. Гонители увели батюшку, не позволив ему даже снять епитрахиль. И можно предположить, что последнее утро в своей земной жизни святой новомученик провел в молитве. По дороге к месту расстрела мучители глумились над батюшкой. Отец Владимир со смирением переносил издевательства. Народ толпой следовал за карателями. Многие из женщин плакали, прихожане возмущенно кричали. Но это еще больше распаляло безбожников. Когда дошли до приходского храма, где-то на селе послышался выстрел. Предполагая, что начинается сражение и не желая далее обременять себя отцом Владимиром, гонители здесь же, на площади возле храма, расстреляли новомученика. Священник успел обернуться лицом к своим убийцам и, осенив себя крестным знаменем, произнес, «Господи, приими мою душу». С тела убиенного Иерея красногвардейцы сняли сапоги и галоши. Прихожане и родные хотели убрать тело убиенного священника, но сделать этого им не позволяли. После усиленных просьб красногвардейцы закинули тело в сани и довезли его до дома новомученика, где бросили в каретнике. Там тело пролежало две ночи. Потом его похоронили, совершив отпевание в доме, так как отпевания в храме разрешено не было. Погребли отца Владимира в церковной ограде. На запрос Епархиального совета Саратовскому исполнительному комитету о факте убийства священника и просьбу огородить личность, состояние и свободу православных священников от властей Хвалынского уезда поступил ответ, что священник Владимир Пиксанов убит случайно во время перестрелки. В материалах Всероссийского поместного собора 17-18 годов содержатся сведения о мученичестве священника Владимира Пиксанова, в которых он именуется страдальцем за веру и церковь. Но причислен к лику новомучеников и исповедников церкви русской, батюшка был только постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 июля 2016 года. Святый священномучениче Владимире, моли Бога о нас! До новых встреч, дорогие телезрители! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok